Привет, с вами AlterEgo, и сегодня мы поговорим про TCP. Да не просто поговорим, а самостоятельно на низком уровне сымитируем TCP соединения. Мы сделаем это с помощью Python и кое-каких библиотек к нему. Но давайте, прежде чем приступим к практической части, немножко разберемся с теорией. TCP соединение это постоянное соединение, которое осуществляется с подтверждением доставки данных. Для того, чтобы установить такое соединение, на первом шаге нужно сделать так называемое трехшаговое рукопожатие. Клиент отправляет серверу сообщение TCP-сообщение с флагом SIN, на что сервер должен ответить сообщением с установленными флагами SIN и ACK. После того, как клиент получит SIN и ACK, он отправляет еще один ACK к серверу. Таким образом, вот на этой стадии устанавливается соединение. С этого момента сервер считает, что у него прибавился еще один клиент. После того, как сессия обмена данными состоялась, нужно разорвать соединение. На самом деле, разрыв соединения может инициировать любая из сторон, но давайте разберемся с тем, если соединение разрывает тот же клиент, что его устанавливал. Первоначально отправляется запрос с флагом FIN и обратите внимание, что клиент переходит в статус FINWEIGHT1. Дальше сервер получает этот запрос, переходит в статус CLOSEWEIGHT и отправляет в ответ два пакета. Один с флагом ACK, который переводит клиента в статус FINWEIGHT2, а второй с флагом FIN, который переводит клиента в состояние TIMEWEIGHT. И с этого момента клиент больше ничего не делает, а только ждет, когда истечет этот тайм-аут, и потом переходит в состояние CLOSE. Ну и при этом он отправляет подтверждение получения пакета FIN и тем самым переводит сервер в состояние CLOSE. Здесь нет ничего сложного, но на практике есть нюансы, связанные с заполнением заголовков. Давайте разберемся с ними. Для работы с сетью мы будем использовать библиотеку SCAPI. Это Python библиотеки, созданная для работы на низком уровне. Давайте для начала напишем скрипт снифера. Он нужен для того, чтобы отфильтровать ненужные пакеты. Мы будем смотреть пакеты, только отправляемые на интересующий нас хост, и выводить на экран следующую информацию. В первую очередь нас интересует IP-часть, и мы будем выводить IP-адрес источника. Дальше уже переходим к TCP-части. Нас будет интересовать порт источника, номер последовательности, об этом мы поговорим позже, и номер подтвержденной последовательности. Ну а также флаги, это основная часть, которая нам нужна для того, чтобы понять, на какой стадии TCP-соединения мы находимся. В некоторых случаях нам нужно будет также увидеть содержимое, которое, например, отправляется в пуш-пакете. Далее определим основные параметры подключения. Хост sawer.ru, порт 850, так как это будет HTTP-запрос. Порт исходящего подключения выберем случайно. Ну, допустим, 41 856. Ну и в конце определим GET-запрос для HTTP. Теперь давайте определим кое-какие вспомогательные функции, в частности, функцию для сохранения номера последовательности. Она нужна, так как мы используем прямое соединение без участия операционной системы. Теперь давайте оформим SIM-пакет в виде скрипта на Python. Код этого скрипта будет повторяться несколько раз в будущем и изменяться лишь незначительно. Это сделано в учебных целях, чтобы вы лучше разобрались с вопросом. Давайте разберемся, что здесь происходит. Сначала мы импортируем нужную библиотеку. Дальше сохраняем номер последовательности, который берем из командной строки. Далее формируем запрос. Это IP-часть с указанием хоста и TCP-часть с указанием нескольких параметров. Во-первых, это порт исходящего подключения, порт целевого подключения, флаг S, что значит SIN, и номер последовательности со стороны клиента. Результат мы сохраняем в переменную ACK. Из ACK мы берем номер последовательности удаленной стороны и сохраняем его в файл. Теперь давайте запустим скрипт. В качестве номера последовательности укажем 0. Это сделано, чтобы в будущем нам было проще считать. Мы видим, что этот запрос ушел на сервер и на него получен ответ. И тут же наша сторона сбрасывает это соединение. Все дело в том, что наша операционная система ничего не знает о том, что мы пытаемся установить соединение. Поэтому, когда приходит SIN-ACK запрос от удаленного сервера, о котором она ничего не знает, Linux сбрасывает соединение, отправляя запрос с флагом R. Чтобы блокировать это поведение, давайте добавим небольшое правило Firewall. Давайте снова отправим наш запрос. Увидим, что он ушел в удаленной стороне и на него получен ответ SIN-ACK. И при этом удаленная сторона перешла в состояние SIN-RECEIVE. Также видим, что удаленная сторона посылает несколько SIN-ACK пакетов. Все дело в том, что мы сразу не отвечаем на полученные с удаленной стороны пакеты. И она думает, что мы их не получили. А так как TCP запрос с подтверждением, она делает еще несколько попыток отправить нам SIN-ACK запрос. При этом таймаут после каждого отправленного пакета увеличивается. Через некоторое время он будет очень большим и запросы будут приходить все реже. Если она не дождется соединения в течение отведенного времени, то будет выполнен запрос на разрыв соединения, после чего соединение будет либо разорвано по договоренности сторон, либо автоматически. Теперь подтвердим в удаленной стороне, что нами получен пакет SIN-ACK. Для этого напишем еще один скрипт на языке Python. И в нем будет ровно два изменения по отношению к предыдущему скрипту. Во-первых, мы возьмем значение ACK из командной строки. А во-вторых, установим флаг A. Теперь запустим наш скрипт. И здесь нужно обратить внимание, что у скрипта очень интересно заданы параметры. Все дело в том, что мы используем интерпретатор FISH, в котором с помощью вспомогательного слова MAF можно указывать математические выражения в скобках. И в данном случае идея в том, чтобы продемонстрировать, что в качестве первого аргумента скрипта мы передаем новый номер последовательности. И он на единицу больше, чем стартовый. Это говорит о том, что мы сдвинулись на один байт. И удаленная сторона теперь должна подтверждать, что мы передаем ей следующий пакет. А вот со стороны удаленного сервера мы берем значение, сохраненное в файле, и тоже добавляем к нему единицу. Но это значение уже подтверждает, что мы получили от сервера его SYN ACK пакет, а увеличение на единицу говорит о том, что мы ждем следующий пакет. После получения ACK пакета удаленная сторона переходит в состояние установки соединения и ждет от нас дальнейших действий. Так как мы устанавливаем HTTP соединения, то давайте сделаем PUSH пакет, содержащий HTTP запрос. И опять мы воспроизведем скрипт, похожий на то, что мы делали раньше, за исключением двух моментов. Добавим флаг PA, что значит PUSH пакет, и добавим блок SEND DATA с нашим HTTP запросом. Теперь отправим запрос на сервер, и обратите внимание, что номер последовательности с нашей стороны и с удаленной стороны не изменился. Это особенности CP соединения. После отправки запроса нам практически сразу прилетает ответ, и, как видите, он опять начинает повторяться, потому что мы не подтвердили его получение. Давайте подтвердим получение пакета. Для этого отправим ACK запрос, и из интересного у него изменится номер подтвержденной и отправленной последовательности. Обратите внимание, мы подтверждаем, что отправили 57 байт, это размер нашего GET запроса, а получили 184 байта, это размер ответа удаленной стороны. Теперь осталось только разорвать соединение. Для этого напишем скрипт, который будет отправлять фин пакет. Из изменений у него будет только флаг FA. Ну а дальше мы отправляем пакет с флагом FIN, и обратите внимание, что у него остаются те же самые номера последовательности и подтвержденной последовательности, что и в предыдущем запросе, опять же, потому что такова особенность TCP. Далее мы видим, что удаленная сторона переходит в состояние CLOSE WAIT и LAST ACK и ждет от нас подтверждения закрытия. И как только мы делаем TCP ACK о закрытии, здесь мы уже на единицу увеличиваем номер последовательности, то удаленная сторона переходит в состояние CLOSED. На этом TCP соединение закрывается. В завершении пара вопросов для закрепления материала. Напишите в комментариях, какую стратегию реализует TCP соединение. At least once или at most once? И второй вопрос. В какой момент удаленный HTTP сервер запишет в логфайл информацию о получении GET запроса? И возможно ли, что в рамках одной HTTP сессии будет сделано две таких записи? Ну и наконец, если вы хотите получить исходники из этого урока, то наберите 3000 лайков и я выложу их на GitHub в общий доступ. Всего хорошего. С вами был AlterEgo.